Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем ролике я хочу с вами поделиться, как я делала шоколадные стаканчики с вкуснейшей шоколадно-ягодной начинкой. Продукты использовала самые простые, в ближайшем супермаркете можно все ингредиенты приобрести. Это, по сути, трайфлы, только не в пластиковых стаканчиках, а в шоколадных. И начнем мы как раз с них. Для шоколадных стаканчиков нужен будет темный шоколад. Темперировать я данный шоколад не буду. Если у вас сомнения есть по поводу шоколада, который будете использовать вы, то лучше его темперировать самым удобным для вас способом. И также еще нужны будут бумажные стаканчики, самые обычные. Темный шоколад растапливаем удобным способом. Либо в микроволновке это делаем короткими импульсами, либо на паровой бане. И так как шоколад темперировать я не буду, я просто его растапливаю до тех пор, пока все калеты не разойдутся. Все, растопила. Температура шоколада у меня на данный момент 35,5. Но это вдруг кому пригодится. Смазывать стаканчики внутри ничем не нужно. Переливаю часть шоколада и размазываю шоколад кистью по стенкам стакана. И сразу же стаканчик отправляем в холодильник. И пока я покрывала стенки других стаканов, в первом стакане шоколад уже застыл. Можно наносить второй слой. Конечно, к тому времени шоколад уже станет гуще, поэтому в микроволновке можно немного его еще подогреть. Для приготовления конфи можно использовать абсолютно любую ягоду. Малина, клубника, вишня, все на ваш вкус. Единственная поправка, если будете использовать свежую ягоду, то добавьте немного воды. 10-15 миллилитров будет вполне достаточно. Я же использовала свежемороженую, поэтому в этом не было необходимости. Для конфи нужны будут ягоды. В данном случае у меня вишня без косточек, сахарный песок и кукурузный крахмал, который можно заменить на картофельный, хорошего качества. Смешиваем все в одном сотейнике и ставим на плиту. Нагрев делаем чуть меньше среднего. Постоянно помешивая, ждем, пока масса станет гуще. Появятся даже первые бульки. Снимаем с огня и переносим конфи в отдельную чашу, где начинка должна полностью остыть. Друзья, небольшое отступление. Приближается женский праздник. И многие еще не определились с подарком маме, бабушке, сестре, ну или лучшей подруге. Вы можете его выбрать в каталоге официального интернет-магазина «Посуда Таллер». Ведь Таллер – это всегда высокое качество и стильный дизайн. На сайте представлены предметы быта на любой вкус. Чайники, сотейники, наборы посуды, сковороды и кастрюли разного диаметра и объема. И напоминаю вам про наш промокод «Тортодел». Пользуйтесь им при покупке, ведь он дает вам 15% скидку. Так что переходите по ссылочке в описании и знакомьтесь с ассортиментом. А мы возвращаемся к нашему десерту. Перед наполнением стаканчиков приготовим шоколадный мусс. Конечно, можно использовать не мусс, а ваш любимый крем. Но так как я шоколад не темперировала, мусс своего рода стабилизирует данный десерт. Для шоколадного мусса, к слову сказать, моего любимого, нужен будет темный шоколад, молоко, желатин. Я его замочила в холодной воде, он уже набух. И сливки с жирностью не менее чем 30%. Горячим молоком заливаем шоколад. По желанию можно использовать молочный шоколад. Ждем, пока он подтопится и перемешиваем. Шоколад обязательно должен полностью разойтись в молоке. Сюда же отправляется распущенный желатин. Я его растопила в микроволновке. Перемешиваем и отставляем пока в сторонку. Далее охлажденные сливки взбиваем, постепенно увеличивая скорость, но немного не добиваем. Консистенция у сливок должна быть как растаявшее мороженое. И соединяем сливки с теплой шоколадной массой. Сделать это можно либо венчиком, либо лопаткой. Вот такой должен получиться мусс. Для удобства мусс переносим в кондитерский мешок. У меня основой для шоколадных стаканчиков будет шоколадный бисквит на кефире. Мы с вами его уже неоднократно делали. Этот бисквит не нуждается в пропитке. Я его испекла заранее. Пару часов он у меня отдохнул в холодильнике. И я его просто измельчаю. Ссылку на шоколадный бисквит вы также найдете в описании под этим видео. Хотя, по своему желанию, вы можете использовать ваш любимый бисквит. Все необходимое подготовили. Заполняем стаканчики. На дно стаканчиков наношу немного мусса. Затем идет слой бисквитной крошки. Наполнитель. Прикрываем муссом. И дальше снова бисквит, наполнитель, мусс. И да, количество ингредиентов, указанных в описании, рассчитано на 6 стаканов. Ну, так как изначально я их хотела упаковать в коробку для капкейков на 6 штук. У трех стаканчиков я сверху добавила слой бисквита, а три оставила без. Все изделия на 2-3 часа отправляются в холодильник. После чего освобождаем от бумажной обертки. Делаем это аккуратно. Хотя некоторые стаканчики с легкостью выскочили и не было необходимости разрезать и разрывать картон. Сверху добавляю бисквитную крошку, там где не сделала этого ранее. И оформляем по своему желанию. Я буду использовать живые цветы в оформлении. Не забываем, что в данном варианте стебель обязательно нужно изолировать. Либо тейп-лентой, как это сделала я. Либо можно использовать пищевую пленку. Но если нет тейп-ленты. Также оформить изделие можно листочками зелени. Например, мяты. Либо сделать зефирные цветы. Все зависит от вашей фантазии и возможностей. У меня зефирные цветы были экспериментальными. И я их чисто для наглядности добавила. Ну, чтобы вы посмотрели, как это будет вживую выглядеть. Пробуйте. Не бойтесь ни в коем случае экспериментировать. Непременно радуйте и удивляйте своих близких. Я говорю вам до свидания, но ненадолго. Увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok